Этот перекрёсток не семи дорог, но интенсивность движения колоссальная. На участке федеральной трассы вблизи города Елутровска сходятся фуры, личный и общественный транспорт. С потоком машин перекрёсток не справляется. В начале этого года здесь начали строить настоящую развязку. На данном этапе мы занимаемся строительством земляного полотна, это возведением дамб, съезда транспортной развязки. И в ближайшее будущее приступаем к строительству пешеходного тоннеля и автомобильного тоннеля. Так как дорога второй категории, пересечения в одном уровне запрещены, только будет пересечение в двух уровнях, чтобы разгрузить саму федеральную трассу. Новую развязку больше других ждут экстренные службы. У них счёт идёт на секунды. Скорая Елутровска обслуживает 15 сельских поселений в радиусе 20 километров. Лишнее время может сыграть роковую роль. Мы поехали на взрыв газового баллона. Выезжая с территории больницы, водитель сразу спрашивает, как едем. Едем вокруг. В итоге у нас спрашивают, почему так долго? Бог милого, все живы. Потом обгорели, досталось им, конечно, взрывной волны, но все живы. А вот мы же рядом, оттуда действительно рядом. Если бы деревьев не было, мы бы увидели дома свои. Вот это, собственно, конечно, это весьма злободневная тема. Ремонтируемый участок 12 километров. На месте разбитой дороги появится двухуровневая развязка в четыре полосы и новый мост через Тобул. Его возводят с опережением графика и сдадут к концу года. После уложат прочное бетонное покрытие, уже зарекомендовавшее себя в северных условиях. Будем смотреть, как будут выполняться работы по дорожной одежде, потому что к дорожной одежде здесь предусмотрены дополнительные требования, именно по ровности, по качеству. В настоящий момент контракты все жестче и жестче. И требования, которые мы предъявляем, они уже порядка европейские требования, не то, что которые были раньше. Высокие темпы строительства обещают не сбавлять. Если не затянется перенос инженерных сетей, новую развязку сдадут через два года, вместо отведенных по госконтракту четырех. Анастасия Яковлева, Юрий Гудок, Рафаюпов, информационное агентство «Теменская линия».